Всем привет, с вами Алфокс и это вторая серия Техномира. Произошли небольшие изменения, о которых я сейчас расскажу. Ну, во-первых, вот тут печка была перенесена в ту сторону, это во-первых. Во-вторых, Таумическая лаборатория у меня возможно будет находиться вот в этом доме, наш дом немного увеличился. Тут портал в Незер, да? Да, портал в Незер. А чего? Да, я все начинаю. А, ну понятно. Что начинаешь? Снимать, в общем. А, в общем я здесь. Это мы поняли по твоему голосу. Привет всем. Привет. Так, тут Arcane Work Table, да? Да. Значит, я делаю Infernal Furnace, все вы смотрите за мной и повторяюсь. Ставьте сразу на новом месте, где я построил. Давай ты мне покажешь место. На карте видишь? Ну что? Нет, я вижу новое место, только где поставить? Ты этим занимаешься, ты у нас декоратор. Но прежде чем. Так, а где у нас Незербрики? Я помню, что их переплавлял. Так, вот, нашел все. Так, Незербрики. 12 штук, нормально. Обсидиан. Обсидиан. Так, Обсидиан, он у меня был где-то тут. Где Обсидиан? Я помню, что один штук было. Как он есть? Не помнишь? А, вот, вот здесь. Давайте, выкину нахуй. Давай. Так, Обсидиан есть. Дальше. Дальше, дальше решетка. Вот. Дальше. Дальше. Все, давай, показывай дорогу. Так, тут очень темно. Тебе не кажется? Кажется. Так, давай, показывай. Прямо на нее сверху? Ну, это наметено, тетя, ставьте. Все понял, на нее. Ну, может, не на нее, может, на эти блоки поставить. А, лучше тогда сниму. Окей. Так, печка у нас делается. Так, все. Я продолжаю делать. Ну, у меня нету кирки. Может, снимешь тогда ты? Так. Так. Сюда на зарбрике. Сюда на зарбрик. Сюда на зарбрик. Сюда на зарбрик. Ау. Так, с успанером дела. Обсидиан. Сейчас посмотрю. Так, на меня кто-то напал. Я без понятия кто. Так, я тебя пока подбиваю. Окей, окей. Так, это на меня со всех сторон нападает. Надо будет потом осветить. Надо потом будет осветить. Вот, сейчас я это и делаю. Так, обсидиан сюда. Незербрике сюда. И сверху сейчас лава. Остается только одно тыкнуть волшебной палочкой. Уже построил, что ли? Все. Да, она быстро строится. Ну, при этом у меня окончились два аспекта полностью. Жалко. А сколько единиц? 50 аспектов. Сделайте хангери чест. Тера, терра, терра земли. Хангери чест. А, сейчас обязательно. Так. Как раз аспекта позволяет сделать. Сейчас. Так, бежим, бежим, бежим. Находим все нужные предметы. Во-первых, во-первых, это люки. Люки обязательно. Дальше делаем вот таким вот образом. Кладем волшебную палочку. И забираем хангери чест. Для заниматься стивкарсом. Так, стивкарс, что ли? Я его не скажу. Да, сейчас буду заниматься. Я понял, кажется, проблему с гринделкой для монстров. А, в чем моя проблема? Мне кажется, монстр не спавнится выше какой-то высоты. Ты прав? Да. Но это очень высоко. Ну, 176 высота. Слишком высоко за ногу. А, 94? Там вообще что-то? Нормально. Странно. Там вообще не спавнится? Да? И вообще не спавнится? Да, странно, что там не спавнится, хоть есть полная темнота. Кто, что вокруг мог бы спавнится, надо вокруг сейчас лететь. Ну, или так сделать. Пускай пока стоит. По сути, если они сверху упадут, то отсюда мы из окошечка убиваем их, и все нормально получается. Да. Соответственно, кровь получается. Да. Да. Печку откуда ты собираешься изнутри, что ли? Нет, не изнутри, хотя бы сверху осветить. Внутри-то они будут спавнится, но от этого никуда не деться. Хотя бы сверху осветить. Вообще всю базу. Чем тебе мешает кровь? Во-первых, она забивает трубы, если мы хотим сделать автоматическую добычу всего. Ну так, автоматическая добыча. Разве печка там постоянно будет стоять? В этом месте. Именно вот это вот? Да. Почему бы и нет, пускай стоит, она не мешает. Да, хорошо тогда. Тогда без проблем. Опять твою печку чуть лавой не упал. Второй раз? Бел. Зачем ты допрыгаешь постоянно? Да, конечно, когда свалил, что-то не попал туда. Знаешь, как её надо будет автоматизировать? На простом Белкрафте. Ну да, там специально этот есть. Сейчас скажу. Сейчас найду. Item Crate называется. Я её прямо сейчас крафчу. Ну вот, хорошо. Вот она так крафтится. Всё замечательно. Сейчас туда падать ты больше не будешь. А, кстати, вы все в алмазных бронях? Я нет. Я в кожанке. Я в броне. Всё, смотри. Ты теперь падать туда не будешь. А, нет, работает. Отлично. Во, замечательно. Защита есть. То есть сейчас спокойно всё. Теперь даже туда могут кидать големы, если что. Можно на големах автоматизировать. Для более эффектного такого переплавления ресурсов. Отличная идея. Так. Ну, у меня вопрос. Где вся древесина? Угри, наверное. Сейчас, да. Всё, печка работает, да? Да, печка должна работать. Подожди, а ты где? Около печки. Всё, нашёл. Хангри сейчас есть там? Конечно. Да, она работает, но медленно ещё. Михай ещё. Сейчас меха дай делать. Но она без них работает. А, без мехов, да, конечно. Ну, хорошо. Ну всё. Михай скоро здесь. А сколько можно закидывать в него? Ты скажи, захочешь, да? Ну, я закидывал туда, по-моему, 10 стаков и нормально, адекватно справлялся. Отлично. Знаешь, что закинул ещё железо? Так. Железо. Это. Железо вроде бы с этой стороны. И сюда кожу. Да, всё замечательно. Осталось. Круто печка вписалась. Палочку. Всё, Михай, готов. Сейчас добавлю. А ты посмотри, я её увеличиваю ещё. Это всё благодаря жителям. Спасибо, Игорь. Спасибо. А сломай его тут. Пожалуйста. Вот здесь. Блок. Срочно. Всё. Так, теперь печка будет работать очень быстро. По сути, должна. Если добавить сюда аспект огня, Игнис, то вообще будет замечательно. Осталось только Инферно Ферней, всякое такое, скрафтить и так далее. А где взять его? Вот, вот Инферно Ферней, говорю. Алхимич Соглубич. Аспект огня, где взять? В угле. Уголь. Так, давай добавим аспекта. Так я ещё не сделал. Эссенси Деставрэйшн. Вот как раз уж Инжен должен заняться. Правда, есть один минус. У меня аспекта огня и земли вообще нет в павочке. Ну, только здесь А. Зубда уже не получится. Мне сейчас приходится поискать нот. А по сути, сейчас я, если сделаю вот эти вот Google, Google, Google очки, то вообще будет замечательно. Попробую сделать эти очки всё-таки первым делом. А сколько у нас шардов вообще? Это не ко мне. Я тебе всё скидывал. Да? А, тогда не получится очки мне сделать вообще. Нам нужно побольше ресурсов, чтобы добиться чего-то. Так иди копай. Так иди копай. Так, кто у нас мастер по копанию? Я дома занят. Всё понятно с тобой. Отговорки, не отговорки, не занят. Не трогайте меня. Но я в натуре занят. Но я вижу. Я верю. Я верю. Ты тут со структурой делаешь. Вот это Илья петельничает. Илья. Что? Мы тебе нашли работу. Да ладно. Да. А Эндер Перлы ты будешь доставать сам? Я уже шесть штук достал. Мне этого достаточно. О, слушай, а может пойти край искать? Ну, кстати, да, есть идея. Может начинать искать край. Сейчас, тогда я Эндер Перлу возьму. А вот, нашел. А вот, нашел. Без меня. Ну да, ты же занят у нас. Занятой. Так. Блэйз в пол. Мне это лицо не надо, потому что из него энергии получать нельзя. Так что... А, тебе это лицо не нужно, да? У меня правый, левый есть. Тебе, хватит. Блэйз. Так, в какую сторону полетел? Во. Так, похоже, в сторону спауна. Если что, буду грузить территорию. Так что, готовьтесь вылетать, сервер. Или можете сразу здесь конъектнуться. Прямо сейчас. Не-не-не. У нас хаткорг, будем терпеть. Хорошо. Так и сделаешь. Обычно Эндер Портал недалеко от спауна. А, это да, конечно. Кто умира, иди на спаун. И кровать сейчас твою сломаю. Зачем? Чтоб на спауне оказалось, когда умрешь. Ага. Интересно зайти, я слушаю. Так и делаю, но... Мы так еще делали на Эм. На сервере Вадима, короче. Ну, у него же динка есть. Мы так кровать Крауна Петриком обставляли. И когда он убирал, он в Петрике появился. И он там целый день, короче, просидел, играть не мог. Жестокие вы люди. Да, блин, вас послушать. Закончаешься. Я помню, куда мы еще играли с одним чего. Сироксом вроде был ник. Как? Помнишь такого? Ксерокс. 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 Ксерокс ник, и его всех звали Ксерокс. Он очень обижался. Вот. В общем, вот. Когда мы с ним играли, там Вадим сюда приходил домой, испавнил кучу мовов, короче, у нас ведьмы по дому бегали, убивали нас всегда. Такой проказник. Ну, так он мстил за то, что его Ксероксом называют. Не Ксерокс. Делается. Он, кстати, куда-то пропал тоже давно уже. Я даже его канал на Ютюбе не доходил, он тоже ничего не... Пусто. Обидели человека. Как вы могли. У меня он сам не хотел давать свою среду вконтакте. Жестокие вы люди. Ну да ладно. Так. Похоже, я сейчас забрался на саму высокую точку. Сейчас отсюда кину. Вау. Чё, далеко улетел? Да, далеко не летают. Главное сейчас в эту сторону, куда вот этот вот полетел, продвигаться несколько шагов, а потом оттуда кинуть. Всё будет замечательно. То есть принцип тоже сохраняется. Общая переношу эту сутку. То есть мы переезжаем вот в эту вот коробку. Да. Слушай, ты коробки никогда не строил? Что с тобой случилось? Времени нет. Всё понятно. Но в скором времени всё равно мы из этой коробки переедем. Я прав? Да. Есть чего строить же больше пока. Да, да, да. Есть проект. Значит, есть шанс, что мы не останемся там. Конечно, не останемся там. Ну, если только мне не дает играть, тогда мы точно останемся. Я же знаю. Нет. Проект мы должны всё-таки осуществить. Без этого никак. Поверь. Ну да, да. Тело говоришь. У вас три эндер лилии выросла по 14%. Да, одна из них. Видим. Только одна, а всё остальные по ноль. А нет, вот ещё один. Тут три лилии выросла по 14%. Три, даже три уже. Ну, и сейчас. В общем, 8 часов прогруженных чанков. Уже 4. А смысл от них, ты же сейчас энд ищешь. Ну, по сути, да. Ты и я, и где-то вообще. А, всё, я вроде бы нашёл. Нашёл лайт? Ну да. Потому что отсюда никуда не больше не идёт. Вот. Не летят. Быстро. Да, точно нашёл. Чего кинул? Так, или я вышел, походу, АФК. Так, делать самую большую ошибку Майнкрафт сейчас. В данный момент. Не копай под себя. А я буду. И попадёшь прям в портал в лаву. Прям в лаву. Ты взял с собой листочек, чтобы там сделать? Я вообще с собой ничего не взял. Я с собой не взял ни книжечку, ни кирку, ни лопату. Но координат надо сохранить. Ты домой тоже кишком бежать будешь? Вот что делать. Если только ты меня не подвезёшь. Нет, я тебе не подвезу. Жалко. Да. Так, ладно. Да, можно. Чего ты недалеко? Жалко. Ну что ж, библиотеку я нашёл. Осталось всё. Грабить тут. Всё сломать и так далее. Ну, в общем, должно всё быть ограблено. Подождите. Блин, я дважды нажал нечаянно на вот эти вот... Эй, ладно. Я дважды нажал на глаза эндера, и поэтому они пропали. Они улетели. Всё. Конец. Доигрался, парень. Ну, что поделать. Бывает. Найдём ещё. И всякое такое. Пока что просто будем собирать то, что тут осталось. Все, все, все... Данже. Эээ, все сундуки. Так. Тут вроде бы два сундука или один? Один. Здесь. Ооо. Слушай, вот эти вот... Библиотеки... Замечательные просто. Что у них такое? Да, в них этих потерянных аспектов ходить. Ну, ты понял, чем жуть. Ну, я понял. Или что? Именно так. Так. Ну, скорее... Ух ты, алмаз нашёл. Да ладно. Данный. Ху. Ещё найдено у нас больше к нашим förstакам. Вот. А мне не дали. А потому что ты не переплавлял вначале. Ага... Печки. Печку, печку. так ладно по сути я все необходимое нашел но проблема в том то что тут огромное количество зомби и мобов и всякого такого книжек взял немного что взял книжек книжек я чуть позже еще время есть мне бы сейчас главный портал найти чтобы там отметить точку и больше не искать а фокс теперь ты грузишь не я гружу тут уже давно прогружена территория я это точно знаю а кто-то был уже нет я был тут нам я тут уже бегал вау что нашел вау вы не поверите в греке недавно были добавлены коробочки называется кредит ну как в этих forestry так вот я вот таких вот коробочек коробочек нашел 24 штуки чем они с бронзой офигеть в сундуке 24 умножить на 16 грек доигрался в общем весело будет понеси я хочу уже разобрать их разобрать можно только с помощью кроубора пока что сделать так где 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 найти вот это вот сам портал очень сложно нашел сколько там не хватает до полной активации эндерперу как всегда на 10 смотри бывает 11 так ладно тут как раз кусты эссенции заберу их и можно возвращаться так точку ставить . поставлю все замечательно но на меня на пальце шумится у вода шарды то что мне нужно то что я искал давно отлично киркана фортуна тоже есть ха 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 так ты грузишь территорию снова я как бы нет я здесь по кругу бегу киркана фортуна просто иногда все наоборот возвращается киркана фортуна киркана фортуна рэл крафт русскую руду вообще никак вы не копаете да она мало что дает она дает по одному ногицу ну да киркана фортуна 9 1 1 было добавлено 1 0 0 но он свою генерацию хочет сделать я уже понял пока что есть медь железо олово кто дает по одному ногицу много да хватит тебе прям на все ну лучше чем ничего ну с этим ты согласен но но вот и все но так куда я не пойду буду подниматься вверх так теперь точно я увидел что кто-то в грузе а нет показалось сейчас подойду хорошо без проблем так все тут темно ничего не видно и всякое такое ну ладно попробую найти еще что-нибудь интересное перед тем как уйти хотя знаете что я лучше попытаюсь уйти так копаем вверх вверх наверное можно моникруфтер копать от этого ничего не будет надеюсь лава сверху не будет и всякое такое правда есть одно но снова одно но проблема в том что с помощью крыганских инструментов копать обычную землю к обычный камень становится проблематичным очень проблематично так не будут исходить буду просто подниматься вверх по сути я могу тут все эти двери тоже сломать столько железа будет каждую дверь по 6 штук и так далее на крибер лови косточку принеси мне ее блин так попытаюсь подняться побыстрее вверх а вот отсюда поднимусь так и приду домой буду открывать вот эти вот криты установки из грыга на мне очень интересно сколько бронза будет у нас сколько робок 24 блин не понял сколько форстрис так получал так 16 штук там да короче нам хватит на бронзовый бег я лучше воспользуюсь калькулятором сейчас блин дождь пошел 6 стаков бронзы арма это 6 это в двух слотах замечательный пост так ладно на этом я заканчиваю всем спасибо за просмотр вторая серия подошла к концу вот такие вот дела творятся с грэгом всем пока всем удачи до скорых встреч так и